Так вот, когда люди разводятся, а ребенок уже есть, они... Я спрашивал часто, интересно, что никто не отвечает то, что я сейчас скажу. Я спрашиваю человека, вы как разошлись? Они говорят, а вот мы полюбовно разошлись, и я хочу жить отдельно, и он хочет жить отдельно. Я говорю, а у вас дети есть? Она говорит, да, двое. Я говорю, а они хотят жить отдельно? Пауза. Молчание. Потому что так вопрос она себе не задавала. Хотя на самом деле она должна знать, что эта семья больше принадлежит ее детям, и это им решать, отдельно им жить или не отдельно. Потому что в большинстве случаев дети не хотят жить отдельно. Бывают ситуации, когда они хотят, и мать, допустим, может выполнить волю детей. Но это очень редкие случаи. И дети, допустим, могут через некоторое время передумать и захотеть опять жить вместе. Поэтому даже слово «развод» здесь неуместно. Можно просто отдельно пожить какое-то время, чтобы потом вернуться назад. Но однако же, если детей никто не спрашивает, и женщина, допустим, уходит от мужа, или мужчина бросает жену с детьми, то по шапке через детей, через карму детей, получает по шапке тот, кто бросает. Тот, кто не бросает, ничего плохого не происходит в его жизни. Ну, допустим, мужчина уходит от жены. И жена пытается изо всех сил сохранить семью, но у нее ничего не получается, он невменяем. В этом случае она очень сильно страдает, дети страдают очень сильно. И постепенно, через какое-то время, через год-два, наверное, через деду года через два, они успокаиваются. И если в течение двух-трех лет он не возвращается назад, то через три года она находит себе мужа, который очень любит ее детей, и ее дети очень любят этого человека. Так работает судьба. Но если она не прилагает достаточно усилий, то она найдет себе мужа, с которым будут какие-то сложности в отношениях, но непреодолимые. Если же женщина бросает своего мужа, и он хочет вернуться назад, а она его не пускает, и насильно отвораживает от него детей, то в этом случае, когда новый человек появляется, дети портят ей всю жизнь. Они не дают ей просто нормально жить с этим человеком, и все. Рушат ее семью изо всех сил, какие только у них есть. Поэтому дети – это серьезный фактор жизни. Надо их учитывать, не надо думать, что ты еще маленький, ничего не понимаешь, ничего страшного. Здесь не вопрос, понимаешь или не понимаешь, вопрос в другом. Через кого действует карма? Вот в чем вопрос. Веды говорят, что карма сильнее всего в жизни действует через того, ту личность, которая является объектом любви. Кто в семье большим всего объектом любви является? Дети. Через них больше всего карма и будет действовать. Поэтому они и будут наказывать, а не кто-то другой. И как дети наказывают? Часто даже сыновей собственной жизни. Например, жестоко кто-то кого-то бросает, дети могут стать наркоманами, или ворами, или убийцами. Как угодно. Чем более жестоким поступок человек совершает, тем более жестокая карма действует через детей. И чаще они наказывают родителей своими собственными страданиями. Они гробят свою собственную жизнь для того, чтобы наказать своих родителей. Поэтому это все видеть очень ужасно. Очень неприятная ситуация. Поэтому с детьми надо считаться больше всего. Потому что это опаснее всего, если их пренебречь ими желаниями, то дальше судьба очень сильно страдает. Ну, как бы очень сильно рушится в семье. И надо много усилий прилагать, чтобы ее не сохранить. Следующее высказание подтверждает это. Он говорит, если отец и мать совершили очень много добрых дел, это значит, их сын будет лучше всего выполнять свой сыновий долг и станет очень уважаемым человеком в обществе. Ну, или дочь, допустим. То есть, это все судится по поступкам родителей. В этом заключается основа воспитания. Если рождается ребенок, то дурака валять хватит. Надо начать жить правильно в семье. И со всех силы стараться относиться друг к другу правильно. Особенно женское сердце это понимает. Если она ругалась с мужем до того, как появился ребенок, и появляется ребенок, женщина чувствует, уже нельзя. Ни в коем случае нельзя этого делать. Сначала она делает, потом начинает, потом сначала так чувствует, потом привыкает делать неправильно и все, и забывает об этом. Начинает ругаться с мужем при ребенке. Но сначала сердце ее очень чутко понимает, что так делать нельзя. Ни в коем случае нельзя при ребенке унижать друг друга. Нельзя неуважительно относиться, нельзя неправильно выяснять отношения, нельзя грешить, делать глупости, когда есть уже ребенок. Почему женщина чувствует это остро? Потому что у женщины всегда сердце на истину очень сильно направлено. Она, может, до конца не понимает, зачем это надо, но, по крайней мере, она чувствует, что так не надо делать. Это точно. Поэтому женское сердце говорит правду, надо к нему прислушиваться в этих ситуациях. Ребенок появился, ответственность большая появилась в жизни. Надо вести себя уже по-другому, надо стать взрослыми людьми с этого момента. И надо серьезно изучать, как жить правильно, потому что иначе потом серьезные наказания через ребенка могут прийти. И в этом заключается смысл религиозной семейной жизни. Вот это понятие религиозной семейной жизни, о котором мы сегодня говорим с вами. На самом деле это слово такое кажется слишком уж не наше, какое-то такое уж совсем фанатичное. Но речь идет не о фанатизме на самом деле. Речь идет о том, что больше всего помогает. На самом деле во всех делах мы можем заметить одну и ту же закономерность. Допустим, ты решил завести огород и не изучаешь, как правильно выращивать то или иное растение. Результат такого заведения, огорода, чем являешься, какой результат будет? Ты пару раз урожай потеряешь сначала, а потом будешь серьезно изучать, как выращивать это растение. И будешь строго следовать инструкции. Так ведь это или нет? И ты потом уже не будешь терять огород. То есть все, овощи будут хорошо расти, вырастать там, фрукты и так далее. Это работает везде и всегда. Это закон жизни. Что всегда все надо делать правильно. Есть правила жизни также. И эти правила жизни описаны в священных писаниях. В каждом священном писании есть такие правила. В Христе православии, я знаю, есть домострой книга. Домострой, то есть строить семейную жизнь, буквально переводится. И там четко написано, как себя вести. Вот конкретные правила, прописанные от и до, полностью совпадают с ведической концепцией. Потому что все везде одно и то же. Я там почитал, там смотрю, все одно и то же. Почему? Потому что есть законы, и если ты не хочешь их выполнять, значит будешь страдать. Все. С чего начинается религиозная семейная жизнь? Ну или жизнь по правилам. С чего начинается? Первое, что нужно сделать в семье. Религиозная семейная жизнь начинается с ответственности друг перед другом. Ответственность выражается в том числе и в том, чтобы обвенчаться и пожениться. Надо вырабатывать ответственность. Означает, раз я связал свою жизнь с этим человеком, значит я должен понять, что это мой человек близкий. И я как бы... Ну вот очень трудно людям часто бывает понять, что это мой близкий человек. Даже люди иногда поженившись, женщины говорят, вот мой мужчина вот так вот себя ведет. Мой мужчина. Это не твой мужчина, это твой муж. Муж означает все, тю-тю. Других вариантов нет. Есть только один вариант. Часто люди не понимают этого. Они вроде уже женились, но они все равно ведут себя так, как будто бы они еще не все решили в своей жизни. И вот это большая проблема. Потому что когда человек так себя ведет, дальше ничего не будет. Не будет создаваться ни семья, ни правильное отношение. А если в таком состоянии еще ребенка зачать, то он тоже родным не будет. Вот мне два неродных человека зачали ребенка. Ребенок тоже себя дикарем будет считать. Он будет как дикарь расти. Он не будет не слушаться никого, не принимать родителей близкими, слишком людьми. Вот как настроены родители, такая жизнь у них будет. Поэтому первое, что нужно сделать, надо взять ответственность, сказать, вот это мой человек и вот это мой человек. Все. Мы становимся друг другом. Друг друговы. То есть становимся друг для друга. И других вариантов нет. Все. Это первое, что нужно сделать. Первое правило религиозной жизни. Следующее, что нужно сделать. Ну да, нужно установить совместно правила совместной жизни. И делать лучше всего их устанавливать. Нужно обговорить их заранее, чтобы потом указывать друг на друга, друг другу на соблюдение этих правил или несоблюдение. То есть семейная жизнь должна иметь строго научный подход. То есть надо сесть просто и обговорить все. Взять священные писания какие-то, там написано, вот это нельзя делать, хорошо, это мы не делаем, это можно, это вот мы делаем. И все обговорить. Следующее, что нужно сделать, нужно дома поставить алтарь. В центре жизни семьи должен быть Бог. Не собачка в центре жизни семьи должна быть, и не телевизор, а Бог. Это означает, что самое важное место в семье это алтарь. И это значит, что ему надо поклоняться. Как поклоняться? Надо молиться рядом с алтарьем, сидеть. Если у вас, допустим, есть какая-то трудность в жизни, прежде чем ее обсуждать, надо сначала перед Богом побыть с этой трудностью и подумать. Интересно знать, как решаются все проблемы. Веда описывает очень интересная методика. Попробуйте. Допустим, у вас есть решение, покупать дом или не покупать. Ну, какой-то жизненно важный вопрос, который, ну, просто вот необходимо решить. А очень трудно принять решение, потому что опасно, можно сильно пострадать. Вы садитесь перед алтарем и начинаете молиться. Вы должны знать, сколько молиться и как. Я сейчас объясню. Человек молится просто и молится, молится и молится. Его цель – забыть проблему. Он молится и молится. И в конце концов он погружается в молитву и в отношения с Богом. И его проблема встает на второй план. И он в своем сердце думает, все будет хорошо. Он должен достичь молитвы такого состояния, что у него вот этот вопрос, как решать, что делать, перестает его мучить. Он думает, у него приходит сила внутри от веры, от этой. Все будет хорошо. И как только он это почувствовал, в этот самый момент, когда он почувствовал, успокоился и все будет хорошо. В этот самый момент он может спросить. Все будет хорошо. И я готов принять оба решения. Покупать или не покупать. Раз ты знаешь, что будет хорошо, скажи, как хорошо. Допустим, покупать холод в сердце, не покупать тепло. И ты должен немедленно принять это. Если не веришь, еще раз помолись. Еще раз посмотри на алтарь и почувствуй, что возникает в сердце. Если ты решил поизучать этот вопрос и считаешь, что, возможно, это просто моя выдумка. Нормально. Можно это изучать. Это называется духовная наука. Пожалуйста, изучайте. Вы никакого решения не принимаете. Уже знаете, что считает Бог. Вы предполагаете, что Он так считает. И начинайте изучать. Есть законы. Если дом не надо покупать, что дальше будет по закону судьбы? Дальше. Если ты уже помолился, у тебя возникают какие-то неожиданные препятствия в его покупке. Ты видишь какие-то неблагоприятные знаки. Все затягивается. Все становится трудным. У тебя пропадает энтузиазм, чтобы это делать. Ты чувствуешь, что что-то не то происходит. Значит, надо отказаться от этой идеи. Как можно быстрее. Потому что знаки указывают на то, что все правильно. Покупать не надо. Теперь наоборот. Тепло у вас возникло. Дом покупать надо. Вы думаете, хорошо, посмотрим. Начинаете работать в этом направлении. И видите, люди добрые попадаются. Они не сильно хотят из вас деньги выманить. Они как бы с вами сотрудничают в том, чтобы это все сделать. Ведут себя корректно. Все, с государственной точки зрения, все происходит спокойно, без всяких проблем, без всяких трудностей. И на сердце у вас спокойно по поводу этой покупки. Нет тревоги совсем. Все. Вот так это работает. И во всех остальных случаях жизни точно так же. Поднимите руку. Кто из вас пробовал так жить? Есть такие люди? Вы согласны со мной или нет? Да. Вот подтверждают на 100%. Но пробовали жить всего лишь 2-3% из всего зала. Вы представляете, как все остальные вы обделены? Я вам могу сейчас одну вещь очень важную сказать. Вот у меня сейчас в жизни происходят такие проекты, которые вообще от меня не зависят. Вообще. То есть, вот допустим, в мае я перееду, уже настраивается клиника. Вот у меня ни копейки денег нет, чтобы эту клинику было построить. Мне построил ее человек, который очень по-доброму ко мне относится. И прежде чем туда поехать, к нему, у меня было сразу одновременно два таких предложения. Одно в Москве, другое в Краснодаре. Я сел и начал молиться. Молился, 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 молился. И потом раз, неожиданно для меня, потому что я сильно привязан к Москве, неожиданно для меня. Москва, холод, Краснодар, тепло. Я думаю, вот тебе раз, приехали. И дал добро обоим. Ну, сказал, да, хорошо. Хотя, ну, это безрассудство. Это безрассудство, ну, строить сразу две клиники. Я не смогу разорваться. То есть, я могу только в одной быть, я не могу сразу в двух быть. Я двоим сказал, строим. Знаете, что получилось? Тот, кто в Москве, ничего у него не получилось, ничего он не построил. А тот, кто в Краснодаре, уже достраивает. Ну, представляете, какой серьезный проект. У меня ни копейки денег нет это делать вообще. Во-первых, я молился до этого Богу. Потому что до этого, два года назад, что произошло? Один человек, очень богатый, сказал, все будет классно. Бери в банки очень большой кредит. Знаете, сколько я должен был взять в банки? Как вы думаете, сколько? Да нет, не так много. Я должен был взять примерно... А, вы сколько сказали? Да нет, 10 миллионов долларов я должен был взять где-то. Вот. Но для меня очень большие деньги. То есть, он мне предложал, предлагал под Москвой уже очень хорошее место. Там все, ну, можно было вложить деньги, там все сделать. Я начал молиться. Молился, молился. Я уже загорелся сильно этой идеей, очень сильно. Я молился, молился. И меня вообще невозможно было переубедить, потому что очень хороший человек. Мы с ним очень дружески и до сих пор отношения имеем. Молился, 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 молился. И знаете, что Бог сделал? Когда я успокоился по поводу этой идеи, уже спокойно так к ней начал относиться. Он мне сказал, все идет хорошо, ну, как в сердце. Но тебе надо поехать в Индию вот к такому-то астрологу и у него спросить. Я поехал в Индию к такому-то астрологу. И этот астролог три раза подряд мне сказал, не бери деньги, не бери деньги. Я ему по-разному спрашивал, и он мне три раза подряд, не бери деньги, не бери деньги. И он мне все сказал до этого в моей жизни, все правильно. И потом я задал этот вопрос, он меня долбил, долбил этим ответом. Я так, оба-на-думаю, приехали. Приехал в Москву, отказался от того, чтобы брать деньги. Через полгода кризис. И все, кто взяли деньги, полностью разрушена вся жизнь. Ну, то есть, там сразу накрутки большие от банков пошли. Ну, то есть, все нереально. И вся недвижимость поменялась в цене, там все, короче, такой вообще ужас. Я как только подумал о том, что я уже взял, как будто у меня волосы дыбы встали от этой идеи. Я просто в ужасе был от того, что я мог так поступить. Хотя у меня все, и люди все вокруг меня говорят, классно. Все аналитики я советовался спалить серьезными людьми, которые в политической ситуации. Ну, то есть, я проработал это чисто вот логически, я полностью проработал эту ситуацию. Все говорят, за, надо брать. И даже банк нашелся, который мог дать такие деньги. Тю-тю. Все бы потерял. Просто вообще совершенно ужасная ситуация в моей жизни бы произошла. Но из-за того, что у меня есть такое правило, это правило меня от многих проблем уже спасло. Я вам точно говорю, у вас будет то же самое в жизни. Будьте уверены на 100%. Просто попробуйте это делать. Вы увидите, какой будет результат. Единственное условие. Надо молиться до тех пор, пока ты спокойно не начнешь отнестись к обеим результатам. Потому что, понимаете, если ты алтарь будешь уговаривать, ну ведь надо же взять кредит. Он тебе скажет, ну конечно, бери. В этом заключается проблема молитвы. Не надо ни в коем случае склонять Бога. Ничего хорошего не получится, да? Я объясняю, я же вам объяснил, как и сколько. Надо молиться искренне. Лучше всего молиться вместе с голосом святого человека. Включать на диктофон голос и молиться. Можно своими словами. Если человек не имеет никакой религии и веры, он должен Богу молиться, как он может, своими словами. Если у него есть какой-то канон, он должен по этому канону молиться. Все зависит от того, как человек развит в отношении веры. Если у него нет никакой веры, он придумывает сам себе молитву и молится, как он считает нужным. Но в этой молитве надо прославлять Бога, Его любить. Эта молитва не означает, что там какую-то ерунду ты ему говоришь. То есть она означает, что ты пытаешься Бога любить, любовь с Ним, как бы искренность, чувства свои выражаешь в Нему. Ну то что-то такое. Лучше воспользоваться той молитвой, которая уже есть. Понимаете, можно и так, потому что, как мы его представляем, таким он для нас и становится. Веды об этом описывают. Но лучше всего просто настраиваться на его имя. Надо понять, что в имени Бога, или, ну, допустим, Господь, это тоже имя Бога. Есть разные имена. Есть имена Бога, которые указывают на его власть или силу, на могущество. А есть имена, которые указывают на его воплощение. Понимаете? Веды считают, что имена, которые указывают на воплощение Бога, они приближают нас к Богу сильнее. Ну, то же самое, как, допустим, ты человека по имени называешь или по его положению. Как ты ближе к нему будешь? Ты говоришь, товарищ доктор там, или как-то к ней, или Олег Геннадьевич. Как ближе? Олег Геннадьевич ближе. Поэтому, так как к Богу, если ты называешь его Господь, то Господь означает Господин. Или, допустим, Всевышний его называешь. Это означает, что он выше всех. Понимаете? То есть это его титулы. А есть еще имена Бога. Имена, они более важны. Допустим, имена Бога или, допустим, тех, кто ведет тебя к Богу. Это тоже, допустим, имя Иисуса ты повторяешь. Это, ну, равносильно, что повторять имена Бога. Понимаете? То есть, вот это правильнее так молиться. Это даст большую силу. Сколько? Я уже объяснил, сколько. Пока в сердце радость не появится, спокойствие. Когда спокойствие появляется, то проблемы все отступают на задний план, и в это время разум включается чистый у человека, и человек может почувствовать правду. А правду мы не чувствуем в обычном состоянии, потому что мы сбиты с толку своими желаниями. У нас жжет что-то внутри, и мы в соответствии с этим желанием и выводы делаем, как жить, что делать, как поступать. Понимаете? Вот это и есть ловушка, петля судьбы. Чем больше внутри жжет, тем опаснее ситуация. Надо быть очень осторожным. Если тебе сильно хочется немедленно что-то сделать, знай, что это ловушка. Судьба именно так человека и загребает, чтобы страдать, чтобы он страдал. Мы часто сначала женимся, а потом спрашиваем себя, хотел я этого или нет. Бога не спрашиваем, тем более. Ну, ладно. Я думаю, что... Ну, вот это, то есть... Алтарь в центре семьи, это защита, это гарантия, что в семье все будет классно. То есть, ну, у нас всегда есть свобода выбора, страдать или не страдать. Если мы спрашиваем высшие силы, исследуем их наставления, то страдания минимизируются или вообще проходят в жизни. То есть, их просто... Ну, то есть, ты идешь, когда у тебя всегда три дороги есть. Как в сказке, вот эта сказка, это не сказка, это жизнь. Всегда есть три дороги. Первая дорога. Слушать только себя. Означает, потеряешь себя. Вторая дорога. Слушать себя и других людей, своих близких, означает, потеряешь коня. Ну, то есть, потеряешь свое положение в обществе, возможности потеряешь. Третья дорога. Слушать Бога, прежде всего. Означает, ничего не потеряешь. Поэтому человек должен всегда идти по этой дороге, по этой третьей. Должен сначала Бога слушать, а потом всех остальных. По крайней мере, он знает уже правильный ответ. Если немножко потренироваться, то уже четко можешь определять все. Это работает очень сильно. Если вы не можете доверять, допустим, себе в этом отношении, тогда есть другие методы, как слушать Бога. Допустим, есть такие святые, которые очень сильно и явственно показывают, ну, занимаются именно этими вопросами. Например, Святая Матрона. Вот я попробовал. Я хоть не православный человек, я попробовал. Я разок просто подошел к ней и так резко и быстро задал ей вопрос. Мне было важно решение принять. И в сердце сразу, немедленно был ответ, сразу же. Я задал ей еще вопрос, уже как бы склоняя ее. И тогда ответ стал другим в сердце уже. Ну, то есть она, хорошо, хорошо. Если так хочешь, тогда так будет. Но когда я первый раз спросил, ответ сразу немедленно пришел вот такой. Какой надо. Это тоже, на самом деле, слушать Бога. Потому что святые являются слугами Бога. Они дают просто то, что Бог им говорит. Бог дает им знания, они через них отойдут. Можно поклоняться святым людям таким образом. Через их изображение даже получать знания. Если у человека есть духовный учитель, он на него спрашивает. И тот ему говорит правду сразу же. Потому что через духовный учитель тоже Бог действует. Если духовный учитель чистый, бескорыстен. А если он не чистый, не бескорыстен, значит, он не духовный учитель, а самозванец. И надо это тоже распознать в человеке, которого ты считаешь своим духовным учителем. Следующее правило религиозной семейной жизни означает кушать только чистую пищу. Это очень важный момент. Потому что чистая пища означает освященная пища. Надо дома освящать пищу перед едой. Это дает очень большое очищение атмосфере дома и так далее. Следующее правило. Надо очищать квартиру. Самый лучший метод очищения квартиры – это звук. Поэтому всегда в квартире должен звучать звук святого человека. Даже ночью тихонько должен звучать. Очень тихо. Это сильно очищает жизнь. Вот я на прошлой лекции, на прошлом семинаре это говорил. Поднимите руку, кто так сделал. Вот этот звук начал звучать. И что, вы почувствовали очищение или нет? Может я придумал это? Сильно работает? Сильно работает. Сто процентов. Очень сильно. Сильнейшая методика, как сделать свою жизнь счастливой. Допустим, у вас скандалы, ругань дома. Не можете остановить. Знаете, что это значит, что вы кормите духов там. И духи эти потом сами будут вызывать эти скандалы. Вы включаете святую музыку, даже если вы, у вас неправильное представление о жизни, и вы склонны ругаться друг с другом. Даже если святая музыка звучит, ругань будет меньше. Она будет быстрее успокаиваться. Вы будете быстрее примиряться. И последствия вашей ругани будут слабее. Ну, то есть, намного сгладится ситуация. Просто включаешь звук и все. И ничего больше не делаешь. Такой метод очень простой и удобный. Работает супер. Я вам говорил о своих экспериментах с соседями. Когда я включаю, несколько дней они перестают ругаться матом друг с другом. Даже они не слышат. Просто как бы на тонком плане, видно, до них доходит это, и они перестают ругаться. Мир у соседей возникает, не то, что у тебя там дома. Такой эффект интересный. Следующее правило религиозной семейной жизни – это собираться вместе и читать, как правильно жить в семье. Ну, то есть, читать эти правила, зачитывать в семье, чтобы это все в разуме активизировалось. И это читать надо со всеми вместе. И обсуждать с родственниками. Ну, с женой, детьми там. Это надо делать регулярно. Может быть, не каждый день, но раз, два в неделю. И надо это делать с добрым сердцем. Во время таких вот изучений нельзя тайно указывать родственнику на то, что он неправ. Ну, например, ты читаешь, говоришь, прочитаем еще раз это предложение. Тогда все ваши встречи закончатся на этом. Если есть насилие, значит, надо, наоборот, делать вид, что ты ничего не замечаешь. Это такие фразы увидел. И твой близкий человек говорит, ну, наверное, это про меня. Ты говоришь, нет, ничего подобного. И читаешь дальше. То есть, надо, наоборот, защищать. И тогда будут такие встречи, будут желанными и радостными, и все. И люди, все, просто в памяти все будет. Когда человек читает Священное Писание, происходит что? Он в этот момент контактирует со своей совестью, со сверхдушой. У нас вот здесь голос истины есть в сердце. Он внешне существует в виде законов, как жить. Если человек законы эти слушает, у него контакт с истиной устанавливается. И в этот момент, когда контакт с истиной устанавливается, так же счастье начинает естественным образом свободно выходить из сердца. И жить становится легко. То же самое происходит на таких лекциях, как у нас. Вы заметили, во время лекции тяжело. Сидишь, что-то ноет, сердце ноет. Потом выходишь после лекции, так хорошо становится, легко. Почему? Потому что канал этот сердечный открывается. Связь. То есть именно от этой энергии истины исходит все счастье. Вы замечали, что когда счастье, допустим, сильно счастье приходит в жизнь, оно вот отсюда выходит. Вот так вот изнутри выходит. Вот отсюда счастье. Это как раз сверхдуша дает счастье. Или веды говорят, голос совести, сверхдуша, голос истины. Как хотите, называйте. Счастье оттуда выходит. Когда человек согласует свою жизнь с голосом совести, сразу счастье начинает идти из сердца. Становится легко жить. Пора, да? Я понял. Ну вот основные правила я сказал. Есть и много, конечно, их. Мы не сможем все их рассказать, обсудить.